Всем привет! Сегодня хочу снять отдельное видео про огурцы. У нас сегодня 30 июля 2022 год. Год на год не приходится. Какой-то год очень много томатов, какой-то год очень много огурцов. Все зависит от погоды нашей. В этом году мы решили всю теплицу засадить только огурцами. У нас по одну сторону были огурцы, по другую сторону томаты. Но томаты у нас хорошо растут на улице, поэтому решено было посадить огурцы пореже, чтобы не такие были загущенные посадки, для того, чтобы собирать корнишончики. Мы любим маринованные корнишончики. Есть на канале два рецепта, я выложила. И вот в этом году очень шикарные огурцы. Обычно у нас во второй половине лета уже они начинают сохнуть. Чахнуть огурчики закручиваются. В общем, листья желсеют. Но в этом году все прекрасно. Потому что, во-первых, реденько посажены. Все сорта гибридные F1. Вот здесь вот сорт октябрины Ганечкиной. Называется Гинго F1. Вот здесь вот. И в основном брала огурцы с пучковой завязью. Здесь вот огурец деревенский разносол. Ну, в принципе, неплохие огурчики. Но такой уж прям пучковой завязи. Не вижу. Хотя, все кусты вот разные. Смотрю, все кусты разные. Вот посаженный с краю куст. Посмотрите, какой пучок. Вот. Смотрите, сколько. Видите, из одного узла целый пучок корнишончиков. Ну, вот здесь у меня два сорта. Сейчас вам точно не могу сказать. Вот. Деревенский разносол и гирлянда. Еще досаживала я сорт гирлянда. Скорее всего, что вот эта гирлянда таким образом завязывается. Когда начали расти огурчики, мы их пускали в одну плеть. Нижние пасынки убирали. Подвязывали. И вот сейчас вот наверху я не все пасынки убираю. Почему не все убираю? Ну, сейчас покажу. Ну, вот, например. Видите, сколько много здесь корнишончиков? Вот здесь сколько много корнишончиков завязывается. И вот здесь вот дальше смотрим. Пошли пасынки. Посмотрите, на пасынках тоже сколько корнишонов. Ну, то есть внизу один ствол, а вот наверху уже допускаем несколько. Хотя вот где загущено, можно будет убрать. Если пасынок еще молодой, на нем завязи нет, то можно убрать. А если вот уже, посмотрите, сколько на нем завязи, то не убираю. Иногда оставляю. Ну, опять же, надо смотреть. Если огурцы желтеют, чахнут, плохо себя чувствуют, огурчики закручиваются, значит, не хватает полива, не хватает питания. Удобряли. Мы брали гранулированные удобрения для овощей и просто рассыпали их на грядку. Но этого недостаточно. У нас очень много лет уже мы не завозили навоз, чернозем, земля старая, очень плохой грунт. Но даже в таком плохом грунте огурчики вот растут при хорошем уходе. Обязательно обрабатывать огурчики, потому что все равно будут садиться вредители какие-нибудь. фитовермом обрабатывали, и фитоспорином тоже, и помидоры просто на грядку сыплю. Беру фитоспорин, не развожу, просто по чуть-чуть сыплю иногда на грядку. А осенью вот я так обрабатывала. А здесь были посажены помидоры. Я просто рассыпала фитоспорин, на зиму так оставляла. Вот. Но от вредителей, конечно же, надо обрабатывать не фитоспорином, а фитовермом мы обрабатывали. Фитовермом опрыскивали. И вот сейчас некоторые нижние листья желтеют. Это, в принципе, нормальный процесс. Вот, видите, внизу уже огурчики отплодоносили. Вот здесь завязей нет, можно вот этот лист срезать. То есть нужно их прореживать. Вот такие вот больные листья. Они уже отмирают, их нужно срезать, убирать. И нарастут новые пасынки, наверху новые листики. Вот они новые вырастают. Вот, видите, новые уже нормальные. Это, в принципе, естественный процесс. Даже если внизу просто останутся голые стволы, ничего страшного, сверху все равно будут огурчики. А насчет полива. Бытует мнение, что огурцы нужно поливать теплой водой. Да, у нас стояла бочка, мы поливали теплой водой, но все равно огурчики закручивались. Закручивались, это когда они вот немножко крючком. Вот, если им не хватает воды или питания, то они вот так крючком. Это вот корнишончики, их нужно собирать вот на такой вот стадии, когда они мелкие. Через день собираем вот по полведерка, по ведерку таких корнишончиков. Вот один пропустили, вырос. А вот этот сорт, наверное, такой, потому что весь куст вот такой вот яркий, такие вот огурчики. Хотя, может, с краю, может, ему чего-то там не хватило. Вот, если они крючком закручиваются, значит, влаги не хватает. В основном у нас огурчики ровненькие. Это вот на той неделе некогда было приехать поливать, и чуть-чуть они закрутились. Но мы много уже намариновали. Вот. Была бочка, и поливали теплой водой. И все равно огурчики закручивались, потому что им влаги не хватало. А сейчас поливаем шлангом, просто кладем шланг, сильно заливаем. И огурчики не горькие. Вот раньше поливали теплой водой, они были горькие, потому что влаги было мало. Если влаги достаточно, то огурцы горькие не будут. Так что это все экспериментальным путем. Хотя у нас скважина, у нас вода ледяная. Но мы теперь не поливаем теплой водой. Все равно в бочке воды мало было, был у нас капельный полив, и этого не хватало. Кладем шланг и просто хорошо заливаем. Ну вот, в принципе, все. Хотела вам показать результат. Есть у нас на YouTube канал, еще жили-были. Там ежедневные влоги. Прям каждый день, какие работы проводим, все показываем. Ну а на огородном канале, так, отчетные видео, что в этом году у нас уродилось. Хотя помидоры и перчики тоже неплохие, но в этом году они у нас на улице. В теплицу не стали их сажать. Ну, нет смысла, они и здесь хорошо созревают. А вот для сравнения огурцы на улице. Видите, сохнут, потому что тут ветер, и быстро пересыхают. В теплице они так быстро не пересыхают, там они притяненные. Здесь они вот на солнце горят. Видите, не очень им тут нравится, хотя поливаем. В общем, для нас, для Оренбурга, огурцы в теплице или под укрытием, это самое то. Хотя у нас очень сильная жара, но огурцам нужна высокая влажность. А у нас в Оренбурге этой влажности практически не бывает. Этот год нас дождичками баловал, но в основном у нас засуха. Поливать надо каждый день. Перчик при хорошем поливе у нас и на улице растет, и немножко вот в теплице, вот здесь в серединку баклажаны и перцы посадили. Да, забыла вам сказать, что огурцы на рассаду я не сажала. Сажала их сразу в грунт, в теплицу. Они очень быстро всходят, глубоко закапывать их не нужно, буквально 1-2 сантиметра, и они очень быстро прорастают. Сейчас я их уже замочила, буду мариновать. Вот уже много сделала. Два рецепта с луком, с горчицей, с уксусом. В общем, на канале рецепты есть. Ну все. Подписывайтесь на канал. В основном выращиваю цветы. Много видео о цветах. С вами была Инесса. Всем желаю удачи, хороших вам урожаев. Не забывайте ставить лайки. Пока-пока.